Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вот посоветуйте, что делать, пишите вы, если очень сильно тянет к бывшему мужу. Постоянно у меня в голове, остались давно, он еще сбросил своего ребенка и меня, я его забыть не могу уже два года, и отношения построить тоже никак. Вчера он приехал к своему сыну, и у меня опять все перевернулось внутри. Вроде и люблю до сих пор и тем же временем ненавижу. Вроде от него что-то чувствуется, но нет ничего каких-либо шагов. Анастасия, смотрите, ситуация заключается в следующем. Во-первых, вы пишите, посоветуйте, что делать. Что делать, чтобы что? Вы уж определитесь, вы или отношения с ним восстановить, например, хотите. Этерну, это можно попробовать сделать, вот. Или новые отношения построить, а тут немножко другой вектор направления. Или собой заняться, потому что как-то уж на мой взгляд, слишком вы себя принижаете, что вот никак не можете забыть человека. В целом, по моим ощущениям, как будто бы вы вот слишком ориентированы, да, на отношения, вот. Но не на, там, свою собственную, например, развитие, на свою собственную реализацию, на свою собственную жизнь. То есть, как бы, переключены вы, как мне кажется, на, как раз таки, мужчин, на мужчин, да, на своего мужа, на других, вот. Которых, скорее всего, вы сравниваете с мужем, не в пользу первых и в пользу второго, вот. Поэтому здесь такой аспект. Дальше. Вы говорите. Ну, что-то. Посоветуйте, что делать, если очень сильно тянет к бывшему мужу. Вот, что вы имеете в виду, говоря, тянет? Видите, а, тянет, как мне кажется, это больше про потребность. Он чего-то хочет. К любви это, вообще говоря, отношения не имеет. Прямого. Прямого, прямого. Это ваша потребность в мужа. Ну, вот, и давайте постараемся посмотреть, чего это за потребность такая интересная, что два года вас примутят. Да? Вы говорите, он все время у меня в голове. А как ему будет он у вас в голове? То есть, какие мысли, какие чувства, что вы думаете о нем? Ну, конкретно, конкретно. А то все время в голове, два года в голове, а как бы примерно ничего нет. Да, все, остались давно. Из-за чего расстались? Вот, ну, основания для расставания, то вообще, какие у вас были-то изначально. Как-то вот, непонятные моменты тут, на мой взгляд. Вот. С помощью-то, вы расстались, он ушел, бросил вас. Бросил ребенка своего. Вот, что-то серьезное было, достаточно, первое. Второй момент. Вы говорите о том, что он бросил вас. Почему-то вы воспринимаете его детство, как то, что он нас именно бросил. Почему-то, почему-то вы не воспринимаете его детство, как выбор. Просто выбор. Выбор человека с вами больше не быть. И с ребенком тоже. К этому можно по-разному относиться, можно это одобрять, можно это осуждать. Но это выбор. Почему-то вы этот выбор не принимаете. Говорят, что он отбросил. А мне кажется, мне кажется, что вы подразумеваете то, что он обязан быть в вам. И не принимаете вы его выбор. С вами не быть. А в пользу этого, говорит косвенно, то, что вроде бы от него что-то чувствуется. Но, шагов нет. Потому что не хочет. Может, считать, что все, например, что отношение с вами закончилось. Это нормально. Вы почему-то не можете его выбор принять. Может быть, из-за травмы расставания. Кстати, расставание является травмой. Непонятно, правда, развелиться или нет, но это уже детство. Дальше. Не могу его забыть. Ну, то есть, вы о нем думаете. И вот, какие-то вы чувства, состояние, желание испытываете. Нужно разобрать, что это вообще. Дальше. Вы говорите. Новые отношения тоже построить никак. А как вы подходите к вопросу построения отношений? Ну, то есть, как вы их устраиваете-то вообще? Мне кажется, что если вы знаете, чего у вас много, ну, что вы можете дать другому-другому человеку, например. Вот. Что вам интересно. Что вам нравится. Если вы знаете вообще, какая вы, сяна, то не проблема отношения построить. Потому что ваши проявления так или иначе вызывают какое-то отношение к вам. И это нормально. В общем, это все. А если вы не знаете, какая вы выглядите, как та, кто нуждается в человеке, то естественно, что привлекательно вы быть не можете. Кроме того, если вас задело то, вот, что вы расстались с мужем, то тут тоже есть момент, связанный с тем, что вы в нем нуждаете, чтобы компенсировать себе что-то. Компенсировать, например, свою самооценку. Например, повторюсь, я не знаю. Как это все дела. Дальше. Вчера он приехал к своему сыну. А почему вы говорите к своему сыну? Это же ваш ребенок. Бросил своего ребенка. То есть это ребенок от другой женщины, что ли? То есть это не ваш ребенок. Тогда здесь есть система. Он бросился у женщины, теперь бросил галф. У меня опять-таки тревнул внутри, вроде и люблю его. Но опять же, да, вот, любовь тут как бы, что вы вкладываете в свою любовь. Вот. И в ненависть тоже, что вы вкладываете. Вообще, наше видно, что человек этот имеет довольно большие отношения. Вот только в вопрос том, какое отношение он это имеет. А он имеет такое ощущение, что от него в вашей жизни зависит лишь кому много. А это значит, что свою жизнь без корейства не контролирует. Вот. Вам будет научиться самой управлять свою жизнь, самой направлять свою жизнь и свою энергию, свои силы на то, что вам важно и дорого. А не ждать какого-то человека. Вот. Чего же вы так себя не любите там? А дальше, вроде от него что-то чувствуется, но нет, не как-то либо шагу. А от вас шаги есть. А почему вы только от него-то шагов ждёте? Психологи не советуют, психологи помогают человеку разобраться в себе. Вам, точно, очевидно, нужна психотерапия. Вот у вас драма после расставания, расставания всегда драма. И нужно разбираться в себе. Поэтому советы здесь, советы здесь не то, что мы не даём советов, советы здесь не помогут. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok